Здравствуйте, братья и сестры из Германии. Здравствуйте, брат Вальдемар. Я очень рад, что мы имеем связь с вами. Я очень рад, что вы молите за нас и поддерживаете нас. Помните нас. Мы очень благодарны. Что рассказать о нас, в частности, о служении в подростках? Помните, когда вы приехали в Кыргызстан, вы посетили нас, познакомились с нами, и вы увидели служение в подростках. И у вас появилось желание молиться за нас. И я рассказал вам о нашей мечте, о наших целях, которые связаны с подростками. С тех пор мы ведем подростковое служение, не переставая. Каждый год проводим лагеря. Сейчас, в данное время, у нас по субботам ведутся подростковое служение. Приходят, готовятся, молятся, изучают писание, общаются, играют. И каждый день с прошлого года они ведут по WhatsApp вечернее служение. Без моего участия. Я очень рад, что они на глазах моих растут. И они изучают писание, молятся, общаются. И даже моя дочка очень заинтересовалась этим служением. Она активно участвует в этом служении. Даже мы не говорили, что это обязательно. Но она очень старается и ей нравится это служение. И каждое воскресенье они несут общее служение. Вначале мы помогали, но сейчас они сами самостоятельно несут. Я очень рад этому. И у меня еще появилось второе служение, кроме подростков, детское служение. Сейчас я посещаю по домам двух ребят. Изучаем писание, молимся, чай пьем, просто рассказываем о Боге. Вопрос задаю, они отвечают. Ну, у меня есть цель, чтобы они стали служителями на детском служении. Ну, потом, в будущем, подростковое служение. И у меня такая идея появилась, что нужно работать с новым поколением. Ну, конечно, взрослые поколения, конечно, без слов будем работать с ними. Но у меня цель – будущее, расти новое поколение. Еще одно служение у меня появилось. Работать через ТикТок. Через интернет вести разговоры и снимать ролики и рассказать о Боге. Я недавно снял несколько роликов на ТикТоке. Были сумасшедшие отзывы. Основном – противники. Очень много отзывов, которые такие слова, такие цензуры. Очень много сопротивления. Когда я начал уже открыто говорить об Иисусе Христе, очень много сопротивлений появилось. И вот даже несколькими пастырями, несколькими служителями я советовался, как нести мусульманам это служение, как нести Евангелие мусульманам. Через ТикТок, через интернет. У меня, конечно, немало опытов в этом, в этой области. Но я прошу у Бога мудрости, как вести себя и что говорить, чтобы не раздражать их, не обвинять их, а чтобы они услышали Евангелие. Вот такие у нас служения ведутся. Вот такая жизнь. Спасибо, что Вы молитесь о нас, поддерживаете нас. Спасибо большое. Будьте благословенны.